Эритромицин – антибиотик из группы макролидов. Действует бактериостатически. Эритромицин переносится больными лучше, чем пенициллины, и может применяться при аллергии к пенициллинам. Устойчивость микроорганизмов к препарату развивается быстро. Показания. Глазные инфекции, вызванные чувствительными микроорганизмами. Конъюнктивит, в том числе у новорожденных. Автальмии новорожденных. Бактериальный блефорит. Блефароконъюнктивит. Кератит. Мибамид. Ячмень. Хламидиоз. Трахома. Способ применения и дозы. Эритромицин мазь закладывают за нижнее веко, трижды в день. При лечении трахомы до пяти раз в день. Продолжительность курса терапии зависит от тяжести и формы заболевания, но не должна превышать две недели. Лечение трахомы эритромицином необходимо сочетать скрытием гнойных фолликулов. При стихании процесса воспаления препарат применяют трижды в день. Курс лечения трахомы не должен превышать трех месяцев. Противопоказания. Тяжелые нарушения функции печени. Гиперчувствительность. Применение при беременности и кормлении грудью. Достаточного клинического опыта по применению эритромициновой мази во время беременности, лактации и у грудных детей не существует. Поэтому лечение препаратом возможно лишь в случаях, когда ожидаемый эффект превышает риски возникновения возможных побочных эффектов. Особое указание. Эритромицин может назначаться при аллергии к пенициллинам. Препарат назначают с осторожностью при нарушении функции печени или почек. Эритромицин не рекомендует запивать молоком и молочными продуктами. Побочные действия. Возможно развитие аллергических реакций и раздражающее действие. Покраснение. Зуд. При длительном применении может развиваться вторичная инфекция, вызванная к устойчивыми к эритромицину микроорганизмами. Условия хранения и срок годности. Хранить в сухом месте, при комнатной температуре. Хранить недоступным для детей месте. Срок годности 3 года.